Всем привет! Сегодня мы будем делать резные свечи. Это те свечи, которые режутся с помощью специальных резных инструментов, с помощью умелых рук. И умелые руки у нас сегодня... Вячеслав Шилина. Это мастер, который умеет резать свечи из парафина. Не просто отливать, а резать. И давайте сегодня посмотрим, как он для нас сделает свечку. Совершенно небольшого размера, но очень красивого дизайна. Всем здравствуйте! Мы уже видели, как производятся свечи из больших заготовок. Свечи можно производить из любых заготовок, от 3-4 сантиметров в высоту и, как говорится, выше. От толщины можно сделать вот такие античные свечи. Но в данном случае мы сейчас будем делать свечу вот из 5-сантиметровой заготовки, которая отливается вот из такой формы. Это обыкновенный пластик. Эти формы могут быть 8-гранные, 6-гранные, 4-гранные. Чем больше грани, тем интереснее получается свечка. Чем хороша такая форма, из нее очень легко выходит данная заливка. В ней не нужно закреплять фитиль. Вы просто-напросто, отлив вот такую заготовочку, просверливаете ее любым сверлышком по диаметру фитиля, вставляете кусочек фитиля, зажимаете его для более плотной фиксации фитиледержателем и у вас готовая вот такая получается заготовка. Соответственно, сейчас мы будем изготавливать свечку из 8-гранной заготовки. Так как при отливке у нас получаются такие отливочки парафина лишние, которые будут задерживать парафин, когда он стекает лишний со свечи при окунании, мы его просто-напросто удаляем и у нас получается скошенные края у данной заготовки внизу. То есть ничего задерживаться не будет. Первым действием мы немножко разогреем данную свечу, окунув его в белый парафин. Парафин, когда у нас стоит определенное время не используя, проситель имеет такое свойство оседать на дно. Немножко свеча остынет, потому что парафин еще жидковатый. Делаем соответствующие такие углубления. То есть так как свеча уже у нас совсем маленькая, то и грани на данной заготовке получаются не такие выпуклые. Это нам даст возможность немножко увеличить толщину среза и облегчит работу с гранями. Так как свеча нагрелась, у нас есть возможность немножко полепить. Лепить из парафина позволяет возможность, я вам покажу пока свечка еще не нагрелась. Данный вариант это тоже свеча и тоже резная. В итоге как вы видите, можно вылепить, пока свеча теплая, даже лебедей. Дальше мы продолжаем набирать цветовую гамму. Пока это белый парафин, так как мы срезали часть парафина для углублений. Пока мы наберем белый. Все, закрепим его в холодной воде и начинаем работать с цветным парафином. Большого количества наслоений мы допустить не можем. Эти наслоения заполнят нам все промежутки. Мы по два, по три раза окунем в каждый цвет. Нам этого будет вполне достаточно. Теперь красный. В итоге у нас получится такой как бы радужный переход. Желтый, оранжевый, красный. Для того, чтобы мы получили контраст, мы его все равно должны оттенить темным. Данный спектр будет очень хорошо смотреться на белом фоне. То есть закончим мы его именно белым. Вот этого черного нам уже вполне достаточно. Мы его покрываем белым. Теперь нам надо просто набрать чистый белый цвет. И самый расходный цвет в данной ситуации это белый. То есть его уходит больше всего. Белый это разделительный цвет между цветами, допустим, которые контрастные. Там красный, черный, желтый, красный. Для того, чтобы их разделить и они каждый играл свою роль, мы должны ставить белый промежуток. Для того, чтобы делать концовку в изготовлении свечи, уходит все равно. Вот если мы по два, по три раза окунули в каждый цвет, то белого уйдет три раза больше. То есть раз девять придется окунуть. Путем, как говорится, и методом тыка глаз набивается. И вы уже более-менее ровно ее подрезаете. На момент, когда свечка будет у вас стоять, она будет уже ровная. При основной работе я использую горячую плитку чугунную. То есть она нагревается до определенной температуры, где-то градусов 50. Это температура плавления парафина. И соответственно, мы подплавляем нижнюю часть. В итоге у нас получается ровная поверхность. Чем ровнее будет стоять свечка, тем качественнее она будет гореть, тем дольше время горения. Резать проще свечи, которые крупнее. Почему? Первое. Температура. Маленькая свеча быстрее остывает. И соответственно, вам труднее с ней работать. Второе. Миниатюрные срезы. С ними очень муторно. Ну представьте, вот этот срезик нужно взять пальцами, повернуть, завернуть и опять же все это нужно успеть до температурного режима. Ну и удобнее как бы держать, когда ты работаешь, эту свечку приходится держать. Есть вот эти неудобства. Но расходных материалов на данную свечу уходит меньше. Внимание она привлекает больше. Если вы планируете заниматься именно коммерческим изготовлением данных свечей, то маленькие свечи более популярны у покупателей, чем большие. Большие свечи это свечи интерьерные прежде всего. И каждый, кто приобретает данную свечу, первые его слова. Разве можно такую красоту жечь? Ну мы это сравниваем с тем, что когда мы смотрим на запуск салюта, это тоже красиво, но одномоментно. Это же тоже ручная работа, это же кто-то тоже собирает, это тоже кто-то продумывает, чтобы было красиво при воспламенении. Часто спрашивают, сколько может стоить такая свеча. В данном случае по рыночной цене наши маленькие свечи начинаются от 350 до 500 рублей стоимость. Все зависит от сложности резки, от дополнительных элементов, от цветовой гаммы. Стоимость цветов тоже отличается для парафина. И соответственно и цены меняются от данного варианта. Большие свечи начинаются от 750 и поднимаются до 1500. Это в данном варианте вот такие. Но есть свечи еще больше, до 30 сантиметров. Высотой и диаметром до 15 сантиметров. Соответственно там цены еще выше получаются. Ну и более такие они сложные в изготовлении, потому что парафин 15 сантиметров толщиной. Не так-то просто прогреть. Наружная часть его прогревается очень быстро, а внутренняя, то есть более проблематичные свечи. Но иногда заказывают и такие. Максимально мы изготавливаем свечи до полутора метров высотой. Это свечи античные. Одни. В России никто их не изготавливал никогда. Мы выиграли тендер и соответственно изготавливали данные свечи. В данном варианте свечки мы изготавливаем верхний срез в виде восьмигранной восьмилучевой ромашки. Чтобы избежать просто кругового выреза, она смотрится интересней. Луночка получается конусообразной. Первый парафин, который расплавляется и пропитывает фитиль, собирается в основании фитиля. Если ее просто сделать круглой, то первый парафин растекается по плоскости и не так быстро пропитывает фитиль. Дальше мы имеем возможность просто-напросто ее поправить, где мы немножко замяли. Вот получается у нас вот такая свечка. Она уже готова к работе. Так как при изготовлении свечи фитиль у нас всегда пропитан парафином, он как бы воду отталкивает. Вода может остаться в луночке, из которой выходит фитиль. Если вы зажжете, немножко будет фитиль потрескивать. Но если вы подождете сутки, вода эта испарится и фитиль будет гореть чисто, без всяких потрескиваний, без всего. В данном случае здесь используется фитиль в 3 мм. Вот его вполне достаточно для толщины этой свечи. Свеча данная будет гореть порядка 18-20 часов непрерывного горения. На том мы с вами прощаемся. Если что, пишите, звоните, высылайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!